Всем привет, дорогие друзья! Ну что, прошли сутки, мы привезли черепашку, она немножко подгрызла свой катетер, поэтому пришлось менять на ногу его. В общем, все, ребят, откапали, поменяли катетер, черепашка его сняла, но сказали нормально, крови много не ушло, десно-розовый. Цаца вон, всем каждый день возим, в общем, цацу и черепашку. Он подтверждает. Подтверждает, открывает машину. У нас много новеньких, я их сегодня проглистовала. И кошек, и собак купила паспорта на 120 рублей, 4 штуки, вот они. За кошек сейчас ушло капельница и так далее, 700 рублей, и 140 рублей я купила воротник черепашки. Ребята, всем привет, мы гуляли вчера вечером с собаками, 11 тысяч шагов прошли с Персиком и с Радой. С Милой, Миша на велике тут, я не знаю, сколько километров тоже проехал вчера. Сейчас настало утро, мы тоже сейчас уже прошли 8 тысяч шагов с Персиком и с Радой. Теперь взяли Леди и Милу, Леди, потому что сшимилась во двор. Гаяна осталась дома, ей ролик срочно нужно делать. Меня отправила в Георгиевскую клинику, что тут у нас. Я забыл, как зовут их, короче говоря, не помню. Как обычно, нас встречает Валя, кусачая кошка, большая. Черепашка здесь недовольна, если будет уколочек и делать. У нее катетер на задней лапке, она нервничает. Эту поставили, чтобы катетер не кушал. Так, 280 рублей, это у нас черепашка. Сейчас еду заправляться. По дороге увидел, что топливо заканчивается. Поэтому пошел на 3 тысячи заправить, но получилось на 2,5, 500 рублей вернули. Я просто привык грузовики заправлять, а тут на эту машину столько топлива не влазит. На эту парочку Твикс. А вот здесь Сапфир сидит, тоже парочка Твикс. У Сапфира как лапка спустя уже более недели. Тут Шанечкин, Шанечкин. А тут, ой, какие красивые. Пах-пах-пах. Ну и что, настало утром. Я взяла Леди, ка мы идем пищникаке. Леди, ой, ты кусаку вон увидела. Леди увидела кусаку. Ой-ой-ой, ну и куда же ты бежишь? Ты знаешь, что-то на поводке. Леди, все, Леди гиперактивная. Ай-ты, 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 пищникаке. Кто-ка кашляет? Давай-давай, ай-ты, какая бабушка-старушечка. Кто-ка кашляет? Ой-ой-ой. Тапай, тапай, тапай. Что ты кашляешь? Мусорку нельзя, мусорку нельзя. Ребят, сколько мы идем, ни разу не натянули. О, вот это первый раз, когда она типа натянула. Ну и просите, она хочет писякать. Подходим к двору, где на нас всегда ругаются. Типа, их не ходит гавкает. А мы виноваты в том, что мы ходим гуляем на той стороне с собаками. Мы идем гулять где-то в 8-9 часов вечера. И мы идем вот по тому краю. А с этого края, ну, как вы, обычно там гавкает, гавкает собаки. И она вышла тогда, устроила истерику. Я вперед ушла, а она с Мишей что-то ругается. Я говорю, что случилось? А она говорит, я на вас собаку сейчас спущу. А у него огромный, огромный пес. Я сейчас на вас собаку мою натравлю. Будете здесь ходить. Просто меня аж вынесло. Мы что, Миша, мои собаки тут тихо. Мы проходим тихо. Если мои собаки устроят лай во дворе, это не виноватый человек, который прошел мимо. Это виноваты мои собаки. Да, как бы я иду успокаивать собак, а не иду разгонять людей на улицу. Что за бред просто? Вот, когда погрозилась натравить свою собаку на нашу. Вот, и на нас в том числе. Жаль, я тогда не включила телефон записать. Просто посадить, что за кошка. Ужас. Малышка, малышка, стой. Стой. Что с тобой? Это же ужас. Это же ужас. Кошмар. Просто. Ребят, ну леди, я отвела домой, я не смогла идти дальше гулять. Если вы скажете, что я больной человек, я с вами соглашусь. Я взяла сейчас с собой бровекта, потому что ее сожирают домодокос и корм. Возможно, это хозяйская кошка. Возможно, нет. Но у меня 40 животных, они у меня мрут. От вирусов я не могу ее взять часы и притащить домой. Но капнуть лекарством и дать корма я могу. Поэтому я сейчас пойду. И хоть и избавлю ее от мучений, что ее съедает домодокос. Ну, там явно домодокос. Все, ребят. Вон, покапала я ей. Ну вот, просто уши расчесанные. Как-то. Ужас просто. Но оно идет еще от паразитов. Ужас, просто кошмар. Что это? Кушай, кушай, малыш. Очень голодная. Просто кошмар. Ухо порватое. Что с ней делать? Малышка. Лапки. Маленькие. Вы не представляете, как у меня разрывалось сердце. У меня каждый день по новому питомцу. У меня уже 42 животного. И я не могу рисковать, брать. Хотя на улице уже холодно. Видно, что она очень болеет. И видно, что, скорее всего, это не хозяйское. Ну, вы не представляете, как у меня разрывалось сердце. Но, к сожалению, я не могла ее взять. Потому что мои животные, несмотря на мое количество подписчиков, разбирают крайне медленно. Не ровно. Короче, она дико боится людей. Я просто встала, она отскочила. Ее спинали или что с ней делали. Не знаю. Короче, жестко, конечно. Так, ребята, мы теперь в Георгиевске. Вон, взяли животных. Двоим будем делать УЗИ. Дори и новенькой весловой кошечке. На наличие вообще стерилизации. Ну, и те, кто у меня капаются, точнее колются. Вот, сегодня очень много людей. Не знаю, сколько мы тут пробудем. Несколько часов точно. Яичник на месте. Левый яичник. Вот, почка. Ага. Все, нестерильный. Ну, то есть, я дала до года. У нее груди вообще нет. Так, ее зовут как? Э, Дори. Дори? Дори. Да, как рыбка. Дори. Так, как рыбка, стой. Дори. Ну, матка не расширена, не увеличена. И все нормально. Угу. Все другие даны. Та, ночью, ноги тянует. Не верит. Ну, проверит. А, Виан, правый яичник не вижу, потому что пищевые и коровые массы кишечники закрывают. Поэтому, почка, вот она. Ну, матка есть на месте. Левый точно на месте. Левый яичник и матка там точно на месте. Значит, второй будет. Теперь проверяем Лилит на наличие стерилизации. А из-за вздутия не видно, да? Не-не-не, я почку нашел. Сейчас будем разбираться. Угу. Все, всех осмотрели. У Дори точно нету стерилизации. Ну, у Веслохиха, мне кажется, тоже нету стерилизации. Ну, никто не будет там стерилизовать и выкидывает на трассу. Если у нее здесь истерика будет. Здесь нет для кого. Да. Все закрыло. Ну, поистерила, наверное, успокоила. Ну, все, за УЗИ, за все, про все. Ушло 1150 рублей. Вроде больше не должны приехать, а завтра Сася сама антибиотики доколю и все, и послезавтра. Лисе я купила бровекта, дорогущая. Потом маркизу новому, который рыженький. Подожди, Миш, мы не едем. Купила самый любимый корм. Ничтожил его бы назад. Подожди. Он плохо ест. Купили еще корма другого. И что еще? Два наполнителя для лотка. Получилось 4631 рубль. 15 числа будет скидка. Тогда уже закупимся мешками корма и так далее. Так, сейчас нужно ехать в аптеку цифтриаксон купить для кошки. И что вы думаете? На холоде возле аптеки сидел котенок. Еле передвигал задними ногами и плакал. К сожалению, не могу я брать сейчас котят. Они мне на пути попадаются постоянно теперь. Что с ножкой у тебя, малыш? Что с ножкой? Коши, коши. Новую кошечку нашли. Она плохо ест. И много желающих отнять. Вот и все. Вот и вся жизнь. Короче, собака не дала это есть. Кошка чуть-чуть поела. Закупила цифтриаксон для циацинова каин разбавлять. Вышла на 231 рубль. В Георгиевск уже, чтобы не мотаться сразу здесь. Тем более, там всего один укол. Чего ездить час, дорогу времени терять, как мы это делаем обычно. Короче, зашла я к лисе. Не да, вода есть. Я купила ибровекту. Иди сюда. На. Ты кушать любишь? Ой, упала. На. На, 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 на. Мисичка, выходи. Иначе затолкаю. Ешь. Все, дала я таблетку. У меня вопрос другой. Что с ее лапой? Там до мяса, до кости. У нее было такое, что они ее могли вот здесь под низом собаки мои схватить. Вот тварина, посмотри, как делает. Боже мой. Не бойся, не бойся. Ой. Не бойся. У нас 6.30 утра, мы пошли с Леди, с Хаси. Мы каждое утро и вечер ходим по 10 тысяч шагов. Сегодня не исключение. Ну и Кусака нас сопровождает, как обычно. Хасика воспитываем. Леди воспитана от природы, мне кажется. Я милую там в трубу буду. Короче, там, где нашла Тесси, там уже воду пустили вовсю. Она вовсю трубу идет. Вовсю трубу? Да. Надо сходить посмотреть. Да, пойдем посмотреть. Там такой прикол. Я там уже столько лет не видел, чтобы так сильно шла. Так, здесь у нас болото горячее. Леди. Оп, оп, оп. Давай, моя золотая. Кусака за нами, Миша. Кусака нам не изменяет. Слушай, вот здесь, вы знаешь, что? Сзади бы Яну с пневматом, а спереди мы. Прямо она не поймет, что сзади человек идет, и она так шуганет. И она в деревья убежит. Да, и потом найди ее. И потом найди ее, да. Надо, хотела сказать, ей усыпительная с GPS-навигатором. Так, мы уже за городом. Далеко. Наконец-таки. Брикинь, а пожаре, как они пить хотят. Хах-хах, чистейшую обувь. О, мы самые чистые. Там чище. Леди, ты не хочешь пить? Вот прикидывай с профессиональным фотоаппаратом, шикарно было бы. Посмотрите, в ноябре у нас какая трава. В ноябрь месяц. Мы его учим. Он ходил идеально. О, смотрите. Он никогда таким идеальным весом не был. Он первый раз, по-моему, так ходит. Ну, потому что мы его учим всю дорогу. Ага. Короче, идет идеально. Она чуть не упала. Я еле держу. Невероятно. В общем, мы пришли к месту, где мы ловили Тесси. Здесь целая стая собак бездомных. Вот здесь мы ловили Тесси. Хорошо, когда я ловила, воду не пустили. Ничего себе. Да она вообще поверху шла. Ничего себе, Миша. Это же они ее резко пускают, я так понимаю. Ну, видно, тогда резко пустили. Так она полная набивает. Она поверху клубы шла. Да там все снесет на своем пути. Да ты моя золотая. Слушай, она похожа на воду, которую выкинули там. И вот целое озеро. И здесь выкидывают котят в пакете, щенят. И не говорите, что это выкидывают, когда я стала заниматься. При моем детстве все, выкидывали. Постоянно выкидывают. Всегда на трассе, сколько я себя помню, мы с детства выкидывают. Это не из-за того, что я тут появилась и все увидели. Нет. И с трубы, и за трубы там где-то не ход нашла. А там трава, видишь? В шоке. Трава в шоке. Все за вода пошла. Все снесло. Вот эти тряпки, на которых они лежали. Здесь мусор, флан, который люди кидают сюда, все снесло. А где снова в шоке встал? Или как и было? Ну, люди кидают. Ты что, здесь такая свалка? Люди делают постоянно. Так, ну, мы почти дома. Десять тысяч шагов прошли. Леди уже еле идет. Хотя с нам нормально. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok